Вторая часть эфира, как обещала, буквально через 2 минутки я с вами. Про мысли мы говорили, да, буквально я закончу сейчас, за 5 минут резюмирую все, что мы говорили, и все, о чем мы говорили, и скажу еще такую важную вещь, осознанность, осознанность мысли. Смотрите, все, что происходит в нашей жизни, перемена работы, смена места жительства, развод, тоже такое решение, да, то есть я же тоже жила, допустим, вот мы, я вышла замуж, родила ребенка, и как только я родила, когда я родила ребенка, муж просто пропал, вот его не стал, его как подменили, вы знаете, бывает такое, то есть, ну вот сущность человека, она проявилась вот именно, ну все, ну так бывает, что объявлять его козлом, да, повсеместно, ну не вариант, это мне не поможет, допустим, да, ему тоже, я думаю, поэтому здесь нужно просто осознанно понимать, что ты хочешь другой жизни, ты хочешь счастливого, счастливой семьи, брака и так далее, поэтому осознанность мысли нашей приходит вот через, вообще всю нашу жизнь, да, она проходит, эта осознанность, и поэтому я четко понимаю, что я хочу другой жизни, я хочу счастливого, да, вообще семейного счастья хочу, я принимаю решение, да, и ухожу, то есть, и сейчас я счастлива, я познакомилась с Антоном, мы с ним вот, шестой будет в августе, у нас годовщина, шесть лет, как мы вместе, все хорошо, прекрасно, с Лешкой они дружат, все замечательно, вот этого я хотела, и опять же, я загадывала, чтобы человек любил меня, уважал, да, и вот именно вот любви я желала, поэтому, когда мы познакомились с Антоном, денег не было, не было, я могла бы сказать, что, ой, нет, мне нужен мужчина побогаче, да, но я-то просила любви, потому что я так намучилась в первом браке, да, два года меня он прессовал, этот полицейский, у нас с ним разница большая в возрасте была, я там девочка практически беззащитная, да, 17, ой, 18 лет, или сколько у нас разницы, 16, вот, но тем не менее, я-то думала, что я выхожу замуж раз и навсегда, да, и что вот, ну ладно, сейчас не об этом, сейчас, концентрируясь на том, чего я хочу, я получила действительно то, что я хочу, любовь, любовь, потом мы с Антоном начали уже деньги привлекать в нашу жизнь, бизнес у него, как у него бизнес свой появился, открылся, я не знаю, мне можно читать лекцию, наверное, про бизнес, хотя вот в игре «Привет вселенная» люди приходят, мужчин очень много играет, и у них, кстати, тоже вот в основном у них проработан, то есть, либо это повышение, либо свое дело, чаще свое дело, и очень приятно, когда мужчины пишут, хочу познакомиться вот с той единственной, чтобы дать ей все, что она хочет, я вот готова, вот, наверное, надо подумать уже, телефоны брать их и где-нибудь в сторис давать, кастинг устраивать, ну а что, ну представляете, как вот жалко такой контакт пропадает, он мне тут пишет, желание такое загадывает, хочу вот встретить свою единственную, чтобы вот обеспечить ее, чтобы вот в семье у нас было все хорошо, прекрасно, да, вот, ну как вот таким контактом не поделиться, надо в следующий раз спросить, предложить, давайте в сторис дадим ваш контакт, может быть, найдете свою судьбу, вот, поэтому вот таким вот образом, поэтому через осознанность, да, к нам приходит наше счастье, я осознанно понимала, что я хочу счастливой семейной жизни, и поэтому я подала на развод, сделала такой шаг в жизни, пережила жуткий стресс, но сейчас я избавилась от этого, нежели бы я до сих пор страдала, да, и все равно в итоге через лет 15 уже не имея ни сил, вообще ничего, ни тех лет молодых, да, все упущено, ну вот лучше это сделать сразу, поэтому осознанность. Осознанность, очень хочу, чтобы вы запомнили это слово, это лично моя, опять же, техника, да, вот я нигде про это не читала, я сама поняла это, получив те желания, которые, ну, да, пришли ко мне в мою жизнь. Осознанность, что еще пришло? Развод, да, то есть семья, сейчас я ее получаю, да, получила. Осознанность, квартира, тоже рассказала в первой части эфира, сейчас в Москве мы покупаем квартиру, опять же, не просто так с нуля, да, как-то деньги свалились на нас, а сначала одно, второе, третье, вот вначале в первой части эфира, да, я рассказывала, как это было, то есть повторяться не буду, да, квартира, телевидение, мой род деятельности, моя работа, она тоже пришла через осознанность, то есть мысли такие я посылала, я получила, смотрите, четыре основные сферы, да, семья, работа, квартира, отношения, да, я получила через свою технику притяжения мысли, назовем это так, да, ну, то есть мысли материальные, мы в первой части, опять же, эфира говорили, что они материальны у всех, но вот я это делаю вот таким образом, я знаю, как сконцентрироваться, я понимаю, что это через осознанность приходит, да, и вот свой образ жизни вам, ну, как бы просто передаю, точно так же, как, допустим, вы знакомитесь с кем-то в баре, не знаю, в кафе, в ресторане, и человек как бы по душе вам, да, вы понимаете, вы как будто на одной волне, вот точно так же я вот считаю, вот с вами я знакомлюсь, вот точно так же, вы для меня как друзья, приятели, знакомые, да, то есть это мой круг общения, мои подписчики, вы знаете, мне так удивительно даже, вот я читаю, допустим, там попадаются, да, люди, допустим, там, звезды, да кто угодно, блогеры, и вот у них там пишут какие-то комментарии ужасные просто, какие-то оскорбления летят в их сторону, я не понимаю вообще за что, потому что люди, ну, хорошие, не знаю, написали пост хороший, у них там всякое говно в комментариях, я не знаю, у меня таких нет, я просто удивляюсь этому, я, конечно, мыслю, да, и собираю вокруг себя людей только тех, с которыми я хочу общаться, и, ну, для меня это действительно удивительно, хотя это же сеть, это, ну, никто не защищен от каких-то хейтеров там и так далее, ну, бывало пару раз, бывало, но это прям вот четко видно, что человек залетный, он вообще просто тупо написал, может, у него задача там по 50 комментариев оставлять в день, я не знаю, как-то вот он залетел на мою страницу, но мне очень приятно, что меня окружают вот такие люди, добрые, позитивные, такие же, как и я, очень классно, подвисает пишите, подвисает эфирчик, очень важную вещь еще хочу сказать, вы плохих людей раздражать, кстати, кстати, знаете, мне в сториз иногда пишут, фу, вы такая позитивная, аж противная, аж там, ну, что только не пишут, ты блевать охотой и так далее, вот, ужас, так невозможно столько там улыбаться, вы прям бесите, нет, не подвисает, хорошо, представляете, вот такое пишут, да, что типа, а были такие моменты, что писали, сначала я от вас, ну, как бы отписалась, вы меня разбесились своим позитивом, постоянно улыбаетесь, а потом мне стало вас не хватать, и я уже поиграла в ваши три игры, и вообще все так классно, все изменилось, прям так здорово, признания вот такие есть, не знаю, я не понимаю, как могут раздражать люди, которые веселые, радостные, не знаю, ну вот, собрала нас, молодец, да, кстати, боже мой, я еще не успела поделиться, для меня это было просто новость такая, да, я не знаю, признание, у меня появилась фан-страничка, представляете, то есть это люди, мои подписчики с моей встречи, они познакомились, все объединились, и создали такую фан-страничку, мне не очень неловко, как-то, вы знаете, ну фан-страничка, я что-то, не знаю, Оля Бузова, что ли, какая фан-страничка, ну, вот так вот они назвали, и тоже вокруг себя таких позитивных людей объединяют, и уже, кстати, там обменялись, кто-то работу кому-то помог найти, кто-то еще что-то, поделюсь с вами этим контактом, я просто эту страничку увидела буквально вот на днях, как съемки у меня были, да, мне тут на площадку на съемочную идти, и тут я вижу, я не успеваю, даже мне говорят, Лиля, в кадр, подключай там микрофон и звук там, свет, поехали, и я вот отразила это и вышла, мне сказали, ты что там светишься, ты что там прочитала такого, дай нам прочитать, ну и вот, представляете, поэтому классно, классно, что действительно люди с вами так объединяются, и польза такая от этого есть, кстати, в игре «Привет вселенной» тоже люди знакомятся там друг с другом, да, позже, кто-то в комментариях пишет, кто-то еще, ну, в общем, узнают друг о друге, и тоже бывает такое, что я там работаю, ищу такого-то, такого-то специалиста, я там даю какие-то вакансии, влюбляются люди, у нас участники игры так поженились, здорово. Ну, конечно, в первой части эфира девушка спросила, зачем вы это делаете? Блин, ну это образ жизни такой, зачем, зачем вы живете, да, такой же вопрос. Вот, поэтому, вот, слушаю тебя, иду, улыбаюсь, кто-то смотрит, тоже улыбается, ну, вот, прекрасно. Про сериал расскажу, я хочу в отдельном эфире, сейчас у нас, завтра первые лунные сутки, у нас тут заряд, заряд бодрости, бодримся, обязательно посмотрите первую часть эфира, чтобы зарядиться и настроиться, да, и хочу продолжить, вот о чем говорить, да, то есть про осознанность мы говорили, что работа, развод, да, принятие каких-то решений, переход, место жительства, там, да, все, что угодно, все, что происходит через осознанность нашу. То есть это мысли наши. И когда ты четко понимаешь, что ты хочешь, не когда ты ноешь и думаешь о том, что вот это надоело, это надоело, блин, ну подумаешь же, что ты хочешь, ну сколько можно. Сколько раз я привожу, да, пример, и каждый раз, я сама помню про это, и вам буду говорить, сто раз одно и то же, вы приходите в магазин и постоянно думаете, это не хочу, это не хочу, это не хочу, а вы учитесь, учитесь концентрироваться на том, что хотите, приходите в магазин, ага, что я хочу. Этого здесь нет, пойду в другой магазин, да, но вы четко лишнего ничего не лезли в голову, концентрация была только на том, что хотите. Поэтому мысли позитивно можно научиться, проверено на себе. И вообще затык в том, что человеку нужно разбираться во всем. Вот он любит, да, вот как это работает, как вот это, логику включать мы любим. Вам не нужно видеть всю лестницу. Ну, правда, шагните просто на первую ступеньку, там на вторую, на третью, это, знаете, как автомобиль, в темное время суток, ты включаешь фары, ты видишь только первый, я не знаю, метр дороги, да, ты не знаешь, как добраться, там куда, там налево, направо, чтобы добраться до города, да, там в лесу. Но ты видишь вот этот метр, ты проехал его, видишь следующий, и таким образом раз и доехал до дома. То есть точно так же, это работает точно так же, поэтому потихонечку, не нужно все сразу, я говорю, не нужно хотеть яхту сейчас, успокойтесь, и яхта придет в вашу жизнь. Но потихонечку, потихонечку приучайте свое сознание к тому, что все можно получить через какие-то мелочи. Вот завтра, первые лунные сутки, ну вот не поленитесь, вот настройтесь, пересмотрите, еще раз эфиром будет сутки висеть, я специально сохранила там первую часть для вас, чтобы вы там зарядились, да. Игра «Привет вселенная». Вот участники игры уже сейчас у нас идет, и завтра мы с участниками игры, я буду с ними отдельно уже, да, вот так вот, ну, говорить, да, про карту желаний, как ее делать, как правильно ее делать. И вот сейчас вам скажу, да, что в карте желаний, если вы еще не успели прийти в игру, да, то есть сейчас можно подать заявку, и в следующие лунные сутки вы также будете, как сейчас участники вместе со мной ее делать. Но сейчас я вам могу сказать, подготовьтесь, вы кайфаните от этого. Просто, реально, если вы ничего не можете сейчас изменить, и кажется, что ну откуда? Единственное, что вы можете изменить, это свою мысль. Это как единственный шанс, и это то, что зависит от вас. И кредит на это брать не надо, и страха тут никакого нет. Просто, реально, ну попробуйте, ну просто, ну попробуйте. Вы увидите, что, ну начинает все меняться. Вы же видите отзывы, сколько много, я в сторис выкладываю, люди пишут о том, что, ну ничего не предвещало, там даже на отпуск, я не знаю, боялись замахнуться, но какой отпуск, когда на работе проблемы, и какие-то там долги тоже, да, там по налогам, я просто помню, девушка писала. И кто знал, что вот реально, разрешив себе думать, что я могу поехать в отпуск, и я поеду туда. И это реально все случится, и реально все просто, и все складывается так. Пожалуйста, мыслите позитивно. Это единственное, что вы можете сделать в любую секунду, в любую секунду. Хочу к вам на живую встречу. Живая встреча будет 3-го, послезавтра, июля, в Москве. У меня в сторис сейчас висит информация, как попасть на эту встречу. Вот, поэтому правда зависит, вот самое главное, о чем вы должны помнить, что вот все начинается с мысли, да, верите, не верите, но вы хотя бы можете подумать об этом, хотя бы можете наметить, хотя бы настроиться, попробовать хотя бы вы можете. Можете. Обязательно это сделайте. Завтра первые луны на сутки, завтра такой легкий день для этого. Сегодня, кстати, такой не очень благоприятный день, не обращайте внимания, если сегодня будет какие-то раздражения у всех, какой-то нервоз. Вот сегодня вот такой вот луна, полнолуние, так скажем, поэтому просто не обращайте внимания, это все пройдет. Завтра легкий солнечный день для того, чтобы планы на месяц свои загадывать. Поэтому логику, да, не включаем, просто мыслим о том, да, думаем о том, что мы хотим, наблюдаем за тем, что происходит, да, в нашей жизни. И вообще, вот знаете, вот ничто не может помешать нашим образом воплотиться в реальность, кроме той силы, что породило их в нашей голове. Это значит, что если эти образы возникли в вашей голове, они имеют право, чтобы сбыться и стать реальностью. Понимаете? Поэтому мечтайте. Все обязательно получится. Делайте себе максимально приближенные такие цели. Не говорю о том, что нельзя делать себе какие-то загадывать заоблачные, казалось бы, желания. И то заоблачные это для кого? Для кого-то заоблачные купить айфон, а для кого-то айфон купить это встал и купил. Для кого-то заоблачные это яхта, а для кого-то заоблачные это встал и купил. Или даже позвонил и купил. Понимаете? Нет такого заоблачного. Есть просто вещи в жизни, которые вот есть они. Дома на морях, квартиры в хрущевках, не знаю, стакан воды. Кто-то мечтает о стакане воды, не знаю, там в Африке, да, еще что-то. Я не знаю, айфоны, шубы. Это просто вещи. Это нет недосягаемого или какого-то досягаемого, да, просто нет. Это просто вещи. Вы можете получить все, что вы хотите. Вот какую мысль хочу донести до вас. Если вам трудно сейчас поверить в то, что вы можете получить, не знаю, грин-карту там за границу или еще что-нибудь, начинайте приучать свое сознание, лепить его там как пластилин, да, приучать. Вы же владеете вообще-то своим разумом. Вот я владею своей рукой. Поднимись рука, я ее подниму. Сначала я думаю о том, что я ее подниму, а потом поднимаю. Сначала я думаю, что я хочу попить воду, и моя рука дает мне эту воду, да, там. Точно так же сознание. Вы говорите ему о чем думать. И вы управляете. Хочу об этом, хочу пальму представить. Представила. Хочу представить гриб в лесу. Представила. Вы управляете разумом своим. Как побыстрее заработать, пишет девушка. Успокойтесь. Успокойтесь. Сначала нужно успокоиться. А то побыстрее тут дело не в этом. Не знаю, как будто эстафета. Кто первый добежит, тот возьмет. Да, про деньги немножко вот скажу. Если цель просто деньги, не получится ничего. Очень много будет препятствий, и деньги это энергия. И эту энергию, этой энергией нужно уметь управлять. Вот будет игра деньги. Тоже по общей ссылке в шапке профиля у меня сейчас идет набор. Кто-то в игру вселенной идет, кто-то вот на эту игру будет тоже в июле. Вот как раз там мы будем учиться. Я буду рассказывать, как я к этому опять же отношусь. То есть, это уникальная информация, лично моя. Я всегда знаю, что меня никто никогда не обвинит, что я там что-то связала у кого-то или сделала, потому что это мой опыт, мои знания. Так вот, энергия денег. Быстро заработать хочу. Не получится так. не та энергия, не тот, вообще неправильно все. То есть, деньги – это энергия, и как вот с ней ее почувствовать? Это вот как вот человек. Это же энергия. С одним человеком ты так общаешься, с другим ты так общаешься. От этого чувствуешь тепло, от этого отторжения. Вот точно такая же энергия. Представьте, что это человек. Как провести с деньгами, грубо говоря, с этим человеком? Ну, сначала нужно как-то аккуратненько с ним там познакомиться. Не бояться ни в коем случае денег. Не избегать их. Это про то, что не прятать его, этого человека. Это вот, когда ты не можешь расстаться с деньгами. Тебе жалко их. Ты их прячешь. Еще что-то. Боишься денег. А вдруг там, ну, бывают такие, да, которые боятся. Вот 3 миллиона рублей, допустим, дай ему в сумку. Он их будет бояться вынести на улицу, а вдруг там украдут. Для него 3 миллиона, это как-то вот в руках подержать, он не видит у себя их. И он никогда их не получит. То есть тоже нужно привыкать к этому. Вот, понимаете, да? Поэтому, ну, вот такая история. Это что касается денег. Давайте я почитаю, что вы написали. Люблю такие конкретные примеры взбирать. А вот девушка пишет, не согласна с вами. Ой, давайте пока вы на связи, мы с вами поговорим. Я тоже очень люблю поговорить с теми, кто там не согласен, да? Мы приходим, да, к какому-то такому, к общей мысли, да, какой-то. Надо сначала научиться их получать. Люди приносят деньги. Что значит? С чем именно они согласны? Напишите. Вот девушка, не девушка, парень пишет. 3 миллиона, это 5 копеек. Ну, я вижу этот комментарий, просто вот лишь бы сказать. Ну, вот лишь бы сказать. Ну, какие 5 копеек? 3 миллиона, это 3 миллиона. И вот и все. Да, бои из больших денег, хотя все хотят, они появляются сразу, теряются и паника. Вот это правильно, соглашусь. Вот девушка пишет. Сколько человек готов получить, столько он их и имеет. Ну, правильно, да, вы правильно поняли. Я так и говорю, что сколько он готов их получить, столько он их имеет, да, если для него 500 тысяч, я не знаю, 500 миллионов для него, это просто выдуманная какая-то цифра, то он их никогда не получит. Правда, все правильно. Да, поэтому я так и сказала. Вот, поэтому что хочу вам сказать. Как сформулировать запрос на получение работы? Вы не играли, видимо, да, в игру «Привет вселенная». Такие запросы тоже есть. Сейчас я вот, кстати, давайте про запросы на этом закончим, а я вам сейчас покажу. Я выписала несколько запросов, которые приходят в игру «Привет вселенная». «Привет вселенная» и как мы с ними прорабатываем. Во-первых, очень много людей пишут свое желание, а потом выясняется, что это не их желание. Например, дом в Сочи. Я пишу, почему в Сочи? Ты был в Сочи хоть раз? Нет. Почему? Увидел рекламу в интернете, дом в Сочи, там пальма, бассейн. Блин, ну это не твое желание. Зачем ты время свое тратишь вообще на это? Почему ты в Сочи? Ну хорошо, окей, дом в Сочи, ты съездил в Сочи, вообще может тебе не понравиться, климат не подойдет. И таких людей очень много. Правда. Очень нужно четко понимать, откуда пришло это желание. Кто-то навязал, или где-то это увидело, ложное это желание, или нет. Поэтому это один такой момент. Сейчас смотрю. Я работаю. Вот смотрите, как раз про работу. Представляете? Девушка пишет мне запрос. Привет, Селенная. Я работаю на любимой работе, дающей мне личностное и финансовое благополучие. Правильно ли она сделала запрос? Я получаю от вас, то есть я сначала даю информацию про то, как получить этот запрос, как правильно сформулировать. И люди присылают мне первое задание. Это вот эта мысль в игре «Привет, Селенная». Это вот был эфир. И вот девушка пишет. Я специально выписала его для вас в эфире рассказать. Вот просто вдумайтесь. Я работаю на любимой работе, дающей мне личностное и финансовое благополучие. Правильный или неправильный запрос? В нем нет жизни. Это такой четко отработанный, правильный, правильно сформулированный на бумаге запрос. Его нужно переформулировать, для того, чтобы придать ему жизнь. Хорошо, окей, для первого раза, если человек никогда в жизни не понимал, как управлять своим сознанием, этот запрос пойдет. Но для того, чтобы просто хотя бы понимать, что я работаю на любимой работе, значит, работа мне нравится, дающий мне личностное и финансовое благополучие, но он сложный. Как бы я, допустим, переформулировала. То есть, она говорит о развитии, и она говорит о том, что там денег много. То есть, работа приносит развитие. Поэтому запрос должен быть такой же. Я развиваюсь и трачу все больше денег на себя. Понимаете? То есть, я развиваюсь. То есть, ты ведешь какой-то родительности и развиваешься при этом. Вот и все. Я развиваюсь и трачу все больше денег на себя. Вот с таким запросом. И запрос очень... У нас там кто-то семинар начал. Убирайте страхи, девочки, и так далее. Да, тут обязательно нужно убрать. Очень важно. Так, вот. Понимаете? Поэтому я развиваюсь и трачу все больше денег на себя. Очень важно, чтобы запрос был таким коротким. Потому что, когда вот опять же в игре я даю такую технику, да, привязать мысль к реальности. Не просто думать об этом, да, там визуализировать как-то, представлять. Это тоже очень полезно, да. Мы в этот момент отправляем мысли правильные. А очень важно привязать вот к реальности, да. Допустим, вот как я вот сейчас реально держу стакан, так вот я реально, да, вот у меня работа, где я развиваюсь и трачу там много денег, да. Я же реально это все чувствую, понимаю, вижу и так далее. Поэтому вот это то, что ты в реальности делаешь, очень полезно привязывать к тому, к той мысли, которая у тебя в голове. Поэтому она должна быть коротенькой. Спасибо большое, спасибо большое. Видите, написали сначала не согласные, потом написали согласные. Очень приятно. Да, видимо, немножко там не поняли сначала друг друга, но все правильно. как выбросить плохие мысли из головы. Вот в первой части говорила, посмотрите эфир, но сейчас отвечу, да, раз я прочитала это просто. Как выбросить плохие мысли из головы? Переключиться на хороший, человек не может думать о двух вещах одновременно. Как не думать о пончике? Подумать о греческом салате. Просто представить его, и ты уже думаешь о греческом салате. Как не думать о пончике? Думать о салате. Ну, грубо говоря, да? То есть из ленты, я тоже говорю, уберите из ленты у себя вот в инстаграме типа пэшное питание. У вас одна еда в ленте. Конечно, вы будете думать о еде. Сначала думать о пэшной овсянке и вспоминать круассан. Уберите еду. Если вы худеете, если вы на диете, или там какой-то, понимаете, если хотите, там занимайтесь в зале, или еще что-то. Уберите еду. Думайте о природе. Понимаете? Спасибо большое. Очень приятно мне. Так. Как выбросить плохие мысли головой? Вот ответила, да? Немножко почитаю сейчас. Так. Недостаточно сначала... А, это то же самое. Очень искреннее спасибо. Мы сами себе ставим блоки, да. Ну, давайте, может быть, вопрос. Пока я вот здесь в комментариях, я отвечу на ваши вопросы и будем закругляться на сегодня. Завтра, первые лунные сутки, мы зарядились. Прослушайте еще раз эфирчик. Классно сделать это перед сном, чтобы с этими мыслями проснуться. Поэтому эфир обязательно пересмотрите. когда будете ложиться спать. Что-то настроиться завтра, 3 июля. Да. Давайте сейчас почитаю. Так. Лиля, привет. Привет. А что делать, если плохо и нет вообще ни одной возможности, чтобы все наладилось? Ну, я про это говорила. Когда особенно, когда нет никакой возможности, чтобы все наладилось, единственное, что вы можете сделать, это поменять свое мышление. Ну, это лучше, чем ничего не сделать. Если у вас ситуация, что нет ни одной возможности. Понимаете, о чем я говорю, да? Уже ответила на все ваши вопросы. Ну, да, 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 да. Очень много вопросов таких одинаковых, но немножко по-другому сформулированы. Пусть у тебя и у всех все получается задуманное. Спасибо вам большое. Очень рада была с вами встретиться. Я же вот сейчас сижу здесь, а вы же сейчас держите телефон, видите меня. Привет вам большой. Я вам желаю, чтобы у вас все легко получалось. Для этого немножко больше веры, для этого настроя побольше позитивного. Успокойтесь в той мысли, что мысли все материальны. И если вы будете думать о том, что хотите, вы это получите. Я вас очень люблю. Привет, 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 привет. Вы самые лучшие, правда. Все у вас будет хорошо. Если все плохо, значит, это еще не конец. Люблю вас очень сильно. Увидимся на страничке. Пока-пока.